Добро пожаловать на лекцию про OpenSSL. На этой лекции мы проинсталируем OpenSSL на Windows, мы создаем private key, мы создаем паблики, мы сделаем сервер AES, который будет работать с нашим сертификатом. Мы посмотрим где private key находится на жестком диске Windows. И мы все это сделаем вручную без сервера CA. То есть мы все будем делать с помощью OpenSSL. Это очень удобно, особенно для, это нам экономит очень много сил, нам не надо инсталлировать сервис. Нам не надо инсталлировать сервис Windows и инсталлировать Windows сервер. Мы все делаем на Windows 10 или на любой Windows, и вы можете это делать. Первое, что мы зайдем и скачаем OpenSSL, это бесплатный open source, который делает все эти сертификаты. Наша цель сделать просто сертификат для сервера AES, для веб-сервера сделать сертификат. OpenSSL это open source, программа, которая умеет делать все эти стандарты сертификатов. Эта лекция будет более чем полчаса занимать, минут сорок. Вот, готовьтесь. Дальше, OpenSSL, с их сайта мы можем скачать версию, но она будет не скомпилирована. То есть надо будет потом ее компилировать, и это очень-очень неудобно и очень долго. У меня здесь нет WinRAR, поэтому не получится открыть скачанный файл, но там много исходников на языке C++. Вот, если бы у меня был WinRAR на этой виртуальной машине, то бы вы увидели много файлов на C. Их надо всех скомпилировать, и мы не хотим этим сейчас заниматься. Мы сейчас не будем заниматься компиляцией. Мы просто пойдем в Google и найдем готовые скомпилированные EX-ки. И проверим, что на них нет вируса, и проинсталируем. То есть я пишу OpenSSL Windows, Binarys, Binarys это BIN, это EX-ки. Возьмем любой из сайтов, и самое главное проверить, если у них нет дигитального сертификата, они наверняка не покупали дигитальные сертификаты, не подписывали эти файлы EX-ки, то тогда важно проверить, что нет вируса. Сейчас мы это все сделаем вместе. Есть версия 1.0.2, 1 этой. Давайте посмотрим. У меня 64-битный компьютер. Это все виртуальная машина. Чистая виртуальная машина в Windows 10. Вот мы его скачиваем, но до того, как мы его запускаем, мы хотим зайти на сайт Total Virus, и проверить, что у него нет вирусов в нем. Вот он хотел запуститься, я говорю, нет, я тебя не запускаю, я не разрешаю бежать. И мы возьмем и сделаем ему сканирование на вирусы. Заметьте, что у него есть уже хаш этого файла, он сделал ему хаш, увидел, что этот файл уже был проверен недавно, и говорит, ты можешь его еще раз не проверять, я бы уже проверял, у меня есть готовые для тебя результаты. Говорил, что один из 56 антивирусов сказали, что у него есть вирус. То есть вот этот антивирус считает, что у него есть какой-то вирус, но все остальные говорят, что в нем нет вируса. Ведь eSafe, Microsoft, McAfee, кто здесь еще такие известные такие, Касперский, вот, Касперский. То есть все известные антивирусы говорят, что в нем нет вируса, и есть какой-то один, Rising, я его лично не знаю вообще, этот антивирус. Говорит, что он подозревает, что есть вирус. Я говорю, если 56 антивирусов, 55 сказали, что все в порядке, можно этому чуваку доверять. Вот, можно было поискать другой SSL, другой EXI файл. Просто мне сейчас не охота, тем более это отдельная виртуальная машина. Мы им не будем делать, давать им деньги, деньги нам самим нужны. И сейчас мы пойдем в эту папочку, в которую он проинсталлировал OpenSSL. Вот эта папка после инсталляции. И мы заходим в директорию BIN. И делаем Shift правая кнопка, и открываем, и открываем, Shift правая кнопка, и открываем прямо в этой папке CMD. Давайте все-таки в ней сделаем подпапку, в которую мы будем складывать все наши новые keys, новые ключи и сертификаты. Мы будем все складывать в папку Test, просто сделаем папку Test, чтобы вы видели все сертификаты, и мы их все будем туда складывать сейчас. Дальше OpenSSL мы запускаем с помощью OpenSSL.exe. Вот он, OpenSSL.exe. И мы видим, что в нем есть много опций. У него есть много возможностей. Все, что связано с сертификатором. Делаем делать сертификаты X509. Это стандарт сертификатов. Вырабатывать Private Key, Generate Private Key. Мы эту опцию попозже тоже сделаем. И Generate RSA у нас есть справа там наверху. То есть мы все это будем делать сертификаты с помощью вот этого OpenSSL. Мы будем создавать сертификаты. Дальше мы начинаем с того, что мы хотим сделать реквест. Новый реквест. Но сейчас у него есть какая-то проблема. Надо будет закрыть CMD и открыть его заново. И все у нас должно заработать. Сейчас вы увидите, что есть здесь маленькая проблема с файлом конфигурации. Ведь он наверху пишет cannot open config file. Он не может открыть файл конфигурации. Непонятно, почему это происходит. Сейчас напишу команду. Она не сработает. И потом мы закроем, откроем CMD и все заработает как надо. Мы пишем, сделаем новый private key для CA. Мы создаем первый этап. Мы создаем дигитальный сертификат для CA. Тот, кто будет подписывать все остальные сертификаты. В конце концов у нас будет сертификат для сервера, подписанный сертификатом CA. CA это главный, кто подписывает все сертификаты. И мы начинаем делать private key этого CA. Это certificate authority. Мы делаем главный CA. Мы ему даем private key. Мы создаем и private key, и public key в принципе. Сейчас, минуточку. Он уже работает, но я вижу здесь команда была неправильно написана. И он вообще что-то начал глючить. Сейчас еще раз напишем всю команду. OpenSSL request new. Мы просим новый сертификат по стандарту 509, x509 на 365 дней его валидность. Функция этого сертификата это быть CA. И даем, куда мы хотим положить private key и куда мы хотим положить public key. Типа сам сертификат. То есть это мы создаем просто обычный сертификат и файл private key отдельно. Он всегда отдельно. То есть это public key и private key. Видите, у нас пустая сейчас директория. Он у нас просит пароль для private key, чтобы если бы у нас украли бы этот private key, не могли им пользоваться без пароля. То есть private key зашифрованный. Он сам зашифрован моим паролем, который я только что вбил. А для самого сертификата он у меня просит разную дополнительную информацию. Имя организации, в какой я стране. Самый главный параметр это common name. Common name это что юзеры должны увидеть, что они увидят на... Что пользователи видят и куда они обращаются. Вот этот common name должен совпадать с твоим реальным именем и с тем, что юзеры пишут, когда они обращаются к этому серверу. Мы сейчас делаем только CA, только главного подписчика. И вот мы... Хочу вам показать сейчас, как эти сертификаты выглядят внутри. Они... У них encoding base64, и поэтому он читабельный. То есть они взяли бинарную информацию. Взяли бинарную информацию сертификата. И переводят его в читабельную форму с помощью base64. Это форма, как переписать каждый бинарный символ в читабельный. И поэтому мы можем даже увидеть, как это все выглядит. Вот private key выглядит вот так вот. Заметим, что для каждого private key он другой, но в такая же форму. А это сам сертификат, а это сам private key. Прекрасно. У нас сейчас есть два файла. Один private key, один сертификат. Теперь мы можем этот сертификат проимпортировать внутрь обычного Windows. Серт МГР открывает нам готовое ММС для пользователя. Потом мы откроем ММС и проимпортируем это внутрь всего локал компьютера. Пока что я это импортирую в current user просто ради нашего удобства. Серт МГР мы видим, что у нас есть несколько сторов. Сторов это хранилищ для сертификатов. Мы можем, кстати, сами добавить еще один стор, только не через ММС, а программно. Мы можем добавлять еще сторы. Например, у нас есть стор для личных сертификатов, для trusted publisher, для моих просьб client authentication issuers. Это когда я прошу сертификат, он сюда временно заходит, пока не получится подписанный ответ. Trusted Roots EA. Давайте сейчас проимпортируем и посмотрим, как это все выглядит. Мы делаем импорт и импортируем. Так, мы импортируем сертификат. Заметим, что Microsoft не поддерживает PEM. То есть ему нужен именно сертификат окончательный. И вот мы получаем сертификат, и мы его видим. И вот видите, в ММС мы его видим, и все в порядке. Почему он здесь красный? Потому что надо перенести его в trusted root CA. В root CA, в которых мы полагаемся. Не персонал, а просто перетащить его в trusted root CA. Он говорит, осторожно, ты будешь полагаться на все сертификаты от этого CA. Я говорю, да. И теперь все стало в порядке. Заметим, что он на год. Сортификат наш на год. Далее. Мы сейчас перейдем на делать сертификат для компьютера, для самого компьютера. Вот мы видим здесь всю информацию, которую мы заполняли во время создания этого сертификата. И все в порядке. То есть Microsoft нас понял, наш этот сертификат. Теперь у нас есть CA сертификат. Мы можем переходить на создание сертификата для самого сервера AES. Запомним, что наша цель это в конце сделать сервер AES. Веб-сервер, у которого HTTPS работает как надо, без проблем. Поэтому мы сейчас начинаем создавать private key для нашего сервера сертификата. Я вам сейчас покажу. Мы будем использовать, есть generate private key, есть generate gen RSA по стандарту RSA. Все наши включения по стандарту RSA сегодня. И пишем, куда мы хотим этот ключ, в какую директорию, в какую папку. Мы говорим, текущая папка, точка это текущая папка, slash test, slash server, private key. Вот мы создали private key. Мы можем его опять увидеть. У него base64 encoding, поэтому он читабельный. Вот, это private key наш. Кстати, вы можете сделать сертификат внутри Microsoft DoubleClick и экспорт. И вы увидите, что он его экспортирует точно в этот же формат base64. Потому что это все стандарты. Прекрасно, у нас есть теперь private key. Теперь мы создаем public key с просьбой на подпись. Делаем request, open SSL request. Нам нужен new request. Новая просьба для подписи. Мы дадим ему key с private key, откуда взять private key, и какой файл дать в аут. И в какой файл дать в аут. Указываем ему файл private key, указываем ему, куда положить эту просьбу. Эта просьба обычно, кстати, посылается, например, если я покупаю в GoDaddy, то я беру вот эту вот просьбу и даю им их на сайт, чтобы они мне ее подписали. То есть этот certificate request, это то, что мы можем создать и послать на CA на подпись. Сейчас он у нас спрашивает все вот эти вот дополнительную информацию. Эта информация важна для пользователей. И также важно, когда тебе подписывают сертификат, проверяют, что ты, это ты. Делается валидация по всем этим параметрам. В настоящих сертификатах они это могут проверить. Есть такие сертификаты с зеленой полоской наверху, и там вот они все это проверяют досконально. Это называется EV, Extended Validation. Это стоит около там свыше 500 долларов. И этот сертификат, он более важный, более как бы уверенный для пользователей, потому что у него есть зеленая полоска. Мы сейчас этим не занимаемся. Мы сейчас делаем обычный сертификат. И у нас есть, что у нас есть? У нас есть просьба новая. А, видите, вот этот сервер-реквест, я его не в ту папку положил. Я забыл ему указать, что я хочу в папку тест. Я его сейчас перенесу из папки bin в папку тест, там, где мы делаем все наши тесты. И мы видим, что у нас есть теперь на сам сервер правитки и есть просьба для подписи. Следующий этап у нас будет подписать этот сертификат, подписать эту просьбу и создать из нее уже готовый сертификат подписанный. Давайте. Мы делаем X509. Это стандарт сертификатов, по которому делают сертификаты. И вы видели его там наверху. И что нам здесь надо? Нам надо request. Это файл, с которого мы делаем request. И пишем, на сколько дней мы его делаем. Например, мы ему разрешаем на 365 дней, на год. Мы можем написать больше, у нас нет ограничений. Пишем ему, где находится файл для подписи. Вот мы как бы, мы сейчас подписываем файл от имени CA. Вот. То есть к нам пришла эта просьба. Вот мы берем этот файл с просьбой и подписываем ее. Вот мы указываем сертификат CA, который public key, потому что он прилагается к самому сертификату. И указываем private key, которым он подписывает. В принципе, всегда CA подписывает все сертификаты, которые он выдает с помощью своего private key. И тогда с помощью public key ты можешь проверить, что это реальный, реальный CA подписал. Потому что только праведки CA есть у самого CA. То есть все сертификаты подписаны с помощью праведки. А public key прилагается просто так, чтобы сделать валидацию на подпись. Дальше мы видим, что здесь есть, что он создал. Мы видим, что он создал файл серверсертификат.пм. То есть он попросил меня private key CA. Я вам напоминаю, что private key зашифрован с помощью пароля, чтобы не украли у меня мой private key. И мы видим, что он создал мне этот файл. Это, в принципе, подписанный сертификат для пользования. К нему прилагается еще private key. И вот сертификат, и вот private key. Файл реквеста мне больше вообще не нужен. Я его могу стереть. Теперь этот сертификат мы проимпортируем внутрь Windows. И посмотрим, что у нас все получилось. Мы сейчас его импортируем внутрь CurrentUser. Потом мы поменяем и сделаем это в LocalMachine. И мы его импортируем. Вот мы его проимпортировали. Мы видим имя, мы видим CA, который его выдал. Все очень красиво. Но мы вдруг замечаем, что у нас нет private key. Заметьте, у нас нет private key к нему. Потому что Microsoft не проимпортировали private key. Вот. И мы эту проблему сейчас будем решать. Я хочу вам показать, что private key или квест я не могу импортировать. Я могу только сертификат импортировать. И мне надо поменять формат. Мне надо поменять формат, чтобы сертификат был в формате pfx. И формат pfx, он включает в себя и паблики, и private key. Microsoft умеет его читать. То есть мне надо соединить как бы в один файл паблики и private key. Соединить в один файл в формате pfx. Это называется, кажется, pks 12. Этот стандарт. И тогда Microsoft сможет его проимпортировать к себе в store. К себе в store вместе с private key. Давайте сейчас посмотрим, где Microsoft хранит свой private key. Здесь у нас, я вам сам скажу, что у меня сейчас он не покажет, где находятся private key, потому что у меня еще нет ни одного private key в моем store. И поэтому у него эта папка еще даже не существует. Потом, когда мы проимпортируем уже private key внутрь store, хранилища, внутрь хранилища, то тогда появится эта папка. В этой папке хранятся все private key просто как текстовые файлы, но зашифрованы, чтобы их нельзя было украсть. Они зашифрованы с помощью пароля, который называется мастерки. Короче, Microsoft их хранит в папке, и они зашифрованы. Поэтому не пытайтесь им сделать copy-paste, скопировать их на другой компьютер. Продолжение следует...